МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две возможности. И мы рисуем третью. Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Ну что, у нас тут стиль. Самое время гроб подремонтировать. Ну что, бросаем его. Все, снято. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, у нас начался полный штиль. Ветер. Два узла на порывах. И самое время подремонтировать гроб. У нас тут требуется небольшая заплатка. Вот сейчас я ее... У нас есть такая специальная липкая ткань для починки парусов. Я вот уже третий слой ее накладываю. Мариночка маленько не успела со своей камерой к началу ремонта. Но наверстаем. Вот с одной стороны ее приклеиваю. И сейчас ее... ...на другую сторону. Это вот там, где предыдущая, отклеилась? Да? Которая не была пришита? Да-да-да. Вот, сейчас я ее так вот приклеиваю в заплатку. И поверх этого еще ее надо будет прошить. Швейные машинки тут подлезть неудобно достаточно. Поэтому... Ну и не очень много шить. Так что я это сделаю вручную. А, ну парус вот здесь, у нас здесь самая так и называемая лата. Это вот там жесткая такая пластина, которая позволяет парусу форму держать. Вот она внутри здесь находится. Вот, и она тут маленько пыталась вырваться на волю. Вот, мы стараемся этого не допустить. Вот, накладываем заплатку. Вот из трех слоев специальной такой липкой ткани, ленты для починки парусов. Вот, наложили три слоя, и теперь, соответственно, надо их сверху прошить. У нас есть такой чудо-инструмент. Вот. Специально для шитья таких вот парусов и всего такого. Там находится катушка с ниткой. Вот, нитка вылезает. Шов получается не отличить от машинного, только дольше гораздо. И теперь нитку вытягиваем на ту сторону. Втаскиваем, делаем второй прокол. Чуть-чуть обратно на нитку. Вставляем в петельку, образующуюся с той стороны. Вот как-то так вот. Раз. И обратно. Вот. Захват солнца вручную. И так далее. Короче, изображаем механическую швейную машинку, но вручную. Сейчас маленько войду в ритм и буду со скоростью обычной швейной машинки это все делать. Так, мастерские строчки от капитана. Он мне обещал показать финальную стадию. Ну вот, пришили заплатку наконец-то. И забыл показать. Вот объясняй теперь, где это все заплатка пришита. Вот заплатка вся пришита. Вот видите, вручную. Закат солнца вручную. Ну и вот так вот этот человек, вот этот святой человек, вот его лицо, так мастерски умеет пришить вот эту изоленту ручной машинкой к толстому парусу. Так, все, давай, забираю парус. Забирай. Ой! Что-то ты там шкукнул под этим кольцом. У нас по-прежнему штиль. Причем штиль такой, что выброшенный из люка камбуза луковая шелуха почему-то оказывается впереди, а не сзади, как должна была быть. У нас обратный штиль, мы кормой вперед, очевидно, двигаемся где-то по узла. У нас просто ветер порывистый, сейчас порывы до одного узла приходят. Поэтому надо скорее установить грот и кеп, превозмогая порывы ветра. Мастерски это делает, один. Бежевые ветра. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...